Там, где я живу, говорят, что в Коране про хиджаб ничего не говорится. Что это пришло от турков и арабов. Скажите, пожалуйста, что написано в Коране? Субханаллах. Где эти турки или арабы были покрытыми, пока не пришел? Аят из Корана. Про хиджаб было сказано во всех писаниях Аллаха, даже в писании Муса, алейхиссалам, Таврате сказано про хиджаб. И также в Евангелии, Инджиле, которое было неспослано, Муиса, алейхиссалам, в нем сказано про хиджаб, чтобы женщины покрывались. До ислама даже в этих книгах сказано было про хиджаб. Не только в Коране сказано про хиджаб. Хиджаб в начале ислама не был обязанным, пока не был неспослан аят, который говорится про хиджаб. Даже Умр Абн-Хаттаб говорил, Пророк, саллиллаху алейхиссалам, к тебе заходят люди разные. Прикажите своим женам, что они покрывались. Потом Аллах, субханаллах, неспослал аят именно, чтобы покрылись мусульманские женщины. Аят, кто хочет узнать? Сурату Нур, на русском языке сурату Свет. Аллах говорит, 35-й аяты. Пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхиссалам. Аллах говорит Мухаммаду, скажи верующим женщинам. О верующие женщины, Аллах обращается к вам. Вот это почет. Аллах, сверху с небес, обращается к каждым верующим женщинам. Потом вы говорите, нам трудно это делать. Аллах обращается к вам и вам говорит. Скажи, о Мухаммад, саллиллаху алейхиссалам, верующим женщинам, чтобы они остерегали свои взоры от взгляда на аурат. Ай, от запретного. Не смотрите на запретное, на которое им не дозволено смотреть. Чтобы они оберегали свои половые органы. Оберегайте свой взор, оберегайте свой половой орган от харамного. За исключением тех, которые отдаляются от мерзости и покрываетесь одеянием. Вот это здесь. И покрываетесь одеянием. Вот здесь говорит. Пусть они не показывают свою красоту посторонним. За исключением тех, которые видны. И которые невозможно скрыть. Что означает невозможно скрыть? Одежда, которая сверху, это же невозможно скрыть. Хотя это является красотой. Например, одежда. Пусть они накидывают свои покрывала на вырез поверх одежды. Вырез вот это покрывало. Вот вырез шеи. Пусть накидывает на шею это покрывало. Здесь Аллах использует слово химар. Аллах говорит, пусть накидывает свой бихумури хинна аля жую бихинна. Химар в арабском языке используется на три вещи, которые закрывают. Голова, лицо и шея. Арабы это использовали... На арабском языке, в первую очередь, который пришел. Бал ядрибна бихумури хинна аля жую бихинна. Пусть они покрывают своим этим химаром. Свои вырезы, которые в шее не вырезы. Чтобы это закрылось. Чтобы это грудь не видно не было. Пусть это закрывают. В арабском языке химар, вот это химар, который Аллах использовал. Слово используют для покрывала головы. Платок. Вместе с ним, который она покрывает. Второе. Ас-садр. Грудь. Вот это передний час тела, который закрывает. И третье. Лицо. Вот это общее называется химар. Который с головы бросает. Закрывает лицо и шея. И это вот это химар. Аллах в Куране приказывает этого. Это коротко. Те, которые говорят, что в Куране нет слова хижаба. Это Куран не понимают. Это те люди, которые перевод один взяли. И не углубились в ученые, что говорят. В Куране этих нету, говорят. Потом после этого. Единогласное мнение Ахли Суну Аль-Джама. Единогласное ученых ислама. Что женщина обязана покрывать головы. Обязана покрывать шею. И большинство ученых говорят, что обязаны покрывать и лицо. Единогласное мнение покрывать лицо, шею и голову обязательно. Эта умма на заблуждении не объединяются. Это является одним из доводов ислама. После того, когда Аллах Уран приказал. И хадисы пришли. Как это прочитали арабы. Арабские женщины, имеется в виду мусульманки, поняли, что Аллах их приказывает. Закрыть голову и шею, и лицо. И этого они сделали. Это указывает на множество хадисов, которые передал наша Аиша. Наша мать правоверных. Жена нашего пророка. И также указывает на это многие хадисы, которые пришли про хиджаб. Из-за этого те, которые говорят, что в Куране нет аят про хиджаб. Как та, которая ушла на русском языке в Куране, которая перевела, говорила, что хиджаб-аят нет в Куране. Это они понимают и толкуют Куран своим заключением. Это является куфром. Не ссылаясь на слова пророка, как он растолкал этот аят. Не ссылаясь на арабский язык, который это поняли, это арабы. Которые не испортились их язык. Джонни, сподвижников. Они все поняли, что Аллах приказывает им закрывать голову и шею, и лицо после этих аятов. Продолжение следует...